Да блин, где эта камера? Уже скоро новый сезон, начнется уля делать. Вот она. Всем привет! Мы продолжаем делать ули для нашей пасеки своими руками. В прошлый раз мы с вами строгали заготовки на фуговальном станке. У нас осталась последняя заготовка, которую нам необходимо прострогать. Сейчас мы его быстренько прострогаем и завершим этот этап вместе с вами. Ну вот и все, друзья, мы закончили с нашими заготовками, мы все прострогали. И теперь мы готовы приступить к новому этапу. В чем будет заключаться суть и что мы будем делать? Как вы помните, в прошлый раз мы строгали наши заготовки с трех сторон. Это одна из плоскостей и две боковины. Четвертая сторона у нас осталась нестроганная. Этим-то мы и займемся. Мы будем строгать нашу четвертую сторону. Для этого нам понадобится машина под названием Рейсмус. Вы видите у меня ее на столе. Вкратце, что такое Рейсмус и что он нам дает? По сути дела, это разновидность строгальных станков, которая позволит прострогать нашу ламелью в определенную толщину. Это нужно нам для того, чтобы наши ламели перед склейкой имели одинаковую толщину. А после склейки набранные нами щиты имели единую плоскость. Работу с Рейсмусом я считаю самая халявная. Все потому, что в Рейсмусе есть автоподача. Нам остается подать заготовку до момента, когда подающий вал подхватит ее и протянет под строгальным валом. Нам останется забрать нашу заготовку только с другой стороны. И да, в отличие от фуговального станка, в Рейсмусе строгальный вал находится над заготовкой. В нем же есть регулировка по высоте, что и обеспечивает необходимую нам толщину заготовок. Но поскольку наш Рейсмус не столько промышленный, а скорее бытовой, пропускать заготовки мы будем несколько раз. Во-первых, для того, чтобы не нагружать наш двигатель. А во-вторых, чтобы добиться оптимальной толщины наших ламелей. Чистовая толщина стенок наших корпусов составляет 35 мм. Нам же нужно прострогать нашу ламелью толщину 37 мм. Это нужно нам для того, чтобы начать набирать щиты. И уже после склейки мы могли обработать на чистовую толщину. Станок я подключил. И сейчас мы будем обрабатывать наши заготовки. Вот я приготовил несколько штук, которые мы прогоним. Для того, чтобы нам узнать, какая у нас толщина на выходе, нам понадобится штангенциркуль. Не линейка, не что. Я вот пользуюсь штангенциркулем. Ну и в технике безопасности это очки. При желании можно пользоваться наушниками. Итак, поехали. То есть здесь у нас есть ручка, которая позволяет двигать нашу каретку вверх-вниз. Тем самым регулируя нашу высоту. Ну что, попробуем. Одеваем очки. Запускаем станок. Вот прогнали сейчас на первый раз нашу заготовку. Сейчас посмотрим, сколько у нас есть. Видим, что здесь примерно 39,5 мм. Нам нужно 37 мм. Поэтому опускаем нашу каретку. Один оборот равняется где-то миллиметра два. Сейчас посмотрим. Пропустили второй раз. Заметно, что заготовка полностью прострогалась. Имеет совершенно другой вид. Померяем. У нас сейчас 37 мм. 37,7 мм. Так. Сейчас мы будем опускать еще ниже. Ну примерно вот так. Пробуем. Так, прогнали. Вот. Если видно, мы имеем 37. Даже можно чуть-чуть еще подвести. Вот как и задумалось. У нас получилось 36,9 мм. То, что надо. Все. Прогоняем оставшиеся заготовки. И да, кстати, если у вас есть помощник или еще одна пара рук, то этот процесс будет выглядеть еще быстрее. Проглава. 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 вот мы и закончили пропускать наши заготовки через рейсмус можете обратить внимание как изменились наши заготовки с того момента когда мы только начали их обрабатывать так выглядят ламели после того как мы их прострогали на фуганке после чего прошли через рейсмус то есть как видно совсем другой вид но сейчас мы с вами приступим к тому что мы будем набирать щиты для наших будущих стенок в этом году мы для себя определили что нам нужно из всей этой кучи получить 20 корпусов на 230 рамку а все остальное мы пустим на магазинные надставки чтобы набрать наши щиты нам потребуется линейка и обычный карандаш можно конечно сделать какой-либо шаблон по определенной высоте я привык пользоваться линейкой и так что мы имеем корпуса мы делать будем с пальцем поэтому наша высота чистовая будет составлять 250 миллиметров естественно щит мы будем набирать с допуском на дальнейшую обработку которым мы будем делать в шаблонах что позволит обеспечить нам абсолютную идентичность наших всех будущих щитов то есть они все будут ровные один к одному вот я разложу перед собой на стол несколько ламелей сейчас мы попробуем набрать наш первый щит ну что давайте попробуем берем нашу линейку не знаю на камеру видно не видно будет и ищем то есть чистовая высота у нас 250 миллиметров нам минимум нужно набрать 255 пильный диск на циркулярной пиле и у нас имеет толщину 3 миллиметра нам нужно минимум чтобы было 253 но я набираю 255 минимум что осталось впадет в печку ничего страшного и так что мы видим вот здесь у нас вот 255 как будто что нам нужно в этой стороне 250 то есть уже не подходит нам нужно какую-то изломали поменять местами но я так делаю проще давайте вот это попробуем эту можно сторону так померяем что у нас получилось здесь у нас 258 и в этой стороне тоже 258 ну то что нам нужно ничего страшного если будет больше суть в темально выгодно набрать нам наши щиты чтобы был минимальный отход то есть минимальная срезка была здесь но пока я набираю оставшиеся щиты попрошу вас комментариях написать из какого материала вы бы делали улицы своих пчел все для ускорения этого процесса я стараюсь не перекладывать заготовки поэтому вот как они лежат так и начинаю набирать то есть также линейка и смотрю где промеж ломали получится наш размер 255 255 забираем сейчас еще один щит наберем попробуем так 260 годится 4 для магазинных наставок набирают точно так как и естественно с другим размером в качестве примера я набрал 6 щитов но это еще не все нам нужно провести с ними кое-какие манипуляции и так вот наши щиты что нам нужно с ними сделать чтобы нам склеить его так чтобы у нас его не повело и не покоробило будем клеить по правилам как клеются щиты то есть обратите внимание если видно должно быть видно у нас имеются направление как ходят годовые кольца нам нужно сделать так чтобы они были противоположны друг другу сейчас я покажу то есть здесь у нас направление идет у так то есть дуга в эту сторону вот такая дуга здесь такая же дуга для этого нам нужно взять нашу заготовку перевернуть ее чтобы дуги чтобы кольца годовые шлют в противоположную сторону и получится как бы волной такой ну и соответственно в этой заготовке нам нужно развернуть ее чтобы у нас было как нам надо то есть примерно так то есть то есть у нас получается такая волна но это еще не все чтобы не забыть как будет располагаться ламелию перед склейкой что и такую галочку понятно да что мы не сможем перепутать какая за какой вам идет то есть понятно и все